Но когда ты просто понимаешь, что у тебя нет мотивации, сейчас много говорят про кастинацию или еще что-то, вам просто туда не надо, вам просто туда не хочется, вам не хочется на это тратить время в своей жизни. Это не то, чем бы вы хотели заниматься. Или есть пути легче. Но по сути планету накрыло на днях, буквально вот в эти дни. Как теперь наиболее быстрыми шагами идти? Проживание этой жизни — это то, что для меня важно, что я чувствую в каждый момент. И когда вы говорите, так что, не надо, значит, сидеть в медитации, значит, вам и не надо. Всем большой-большой привет! И вы снова на канале Victoria Lord & Project. И мы с вами продолжим и закончим обсуждать тему, которую я подняла в прошлом видео. Я настолько фанатично предана была той мысли, что я в этой жизни посвящу себя духовному развитию, что у меня не было никаких альтернатив внутри. Всё, что я делала, всё было именно направлено на эту цель. И я расскажу ещё немножко об ашрамах в Гималаях чуть-чуть попозже, и о том, как на самом деле там всё происходит, и что такое вообще жизнь в ашраме. А также я хотела бы сказать несколько слов по вопросу, который мне задали в прошлом видео. А что значит всю жизнь заниматься духовными практиками и медитировать, молиться? Это как бы долгий путь, это неправильный какой-то путь, неверный, что есть пути гораздо быстрее. Я хочу сказать следующее. Когда я начинала своё восхождение к духовному осознаванию себя, это было вообще другое время. Знаете, вот есть у педагогов сейчас такое мнение, что если вы рассказываете детям сказки из старых учебников, книг, и там, значит, рассказывается, как Иван шёл, 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 или лежал на печи неделю, две, три, и по сказке описывается вот эта вся тема. И, например, если ребёнок смотрит в Ютьюбе такую сказку, современные дети, они просто перелеснут и посмотрят лучше спайдермена, который уже за одну секунду долетел. Вот. И это как, знаете, как резюме всего, что сейчас вообще происходит. Это те тенденции, которые сейчас происходят в нашей реальности. Всё ускорилось. Современные стремящиеся и ищущие достигают того, чего мы достигали годами и жизнями, сидя в монастырях и ласкезах, за секунды. Они буквально заходят на какое-то мероприятие, на фестиваль, они сразу начинают видеть, они сразу начинают принимать происходящее из своих фильтров. И те, кто рождены были, особенно после 2000 года, им уже не надо делать такие аскезы и тратить своё время жизни в большом количестве на какие-то суперустремления. Достаточно просто осознанности и держать постоянно в голове конечную цель, как если бы она была безальтернативной. И жизнь будет сама вести самым лёгким путём, наиболее приемлемым для вас путём к вашим целям. Так, например, один просветлённый сказал, «Я полжизни провёл в сидении в одной позе в лотосе в своей собственной комнате и в выполнении каких-то прописаний. И когда я достиг просветления, я понял, что сам факт просветления ничего общего с этими действиями не имел. И он сказал, делайте то, что вам нравится. Если у вас есть какие-то потребности, желания, исследуйте их. Идите, пробуйте. Понимайте, это ваше, не ваше. Это хочется вам продолжать делать, не хочется. Я пошла на курс Кьянин Дельштейн. Сейчас, буквально месяц назад, этот курс был, как зарабатывать миллионы ДНК-денег, большие деньги в лёгкости. Очень классная тема, классная идея. Но в результате я поняла, не могла никак понять, что же у меня мотивация. Нет, вот столько действий совершать для того, чтобы вот это вот всё делать. То есть для меня это было всё ещё много чего делать, хоть они в лёгкости, но как бы это очень много. И в результате я поняла, что у меня всё это есть уже. То, что я бы имела, когда я бы зарабатывала миллионы или миллиарды, я примерно такой же жизнью бы жила. То есть совершенствовать материальные объекты можно до смерти. Машину ещё лучше, дом ещё лучше, путешествие ещё комфортнее. Это всё можно делать бесконечно. Этому никогда не будет предела. И я поняла, что у меня уже всё есть. Всё, что другие люди в чате, 200 человек писали, они это всё хотят, я уже это всё получила. Я работаю с миллионерами, с миллиардерами, я работаю с их детьми, я с ними путешествую, я живу иногда в их домах, когда нужно поработать с ребёнком плотно. И я вижу эту жизнь, я её уже всю попробовала. И я поняла, что я хочу настоящего, того, что никогда не пропадёт, того, что было, есть и будет. Того, что всегда является нами. У меня как-то это вот внутри меня сидит, но поскольку я уже сейчас осознаю, что это, что это вот эта наша природа, которую хочется бесконечно изучать, это легко понять. Но когда ты просто понимаешь, что у тебя нет мотивации, сейчас много говорят про крастинацию, лень, ещё что-то, вам просто туда не надо, вам просто туда не хочется. Вам не хочется на это тратить время в своей жизни. Это не то, чем бы вы хотели заниматься. Или есть пути легче, как туда пройти. Вот об этом я хотела бы сказать. И когда вы говорите, так что, не надо, значит, сидеть в медитации, значит, вам и не надо. То есть в самом вопросе, а у вас нет этого, когда вы задаёте вопрос, значит, этого нет. В самом вопросе уже заключается ответ. И вопрос должен звучать по-другому. А как легче? Вот для меня было легче тем путём, которым я описала в прошлом видео. Для меня было легче так. Я знала, что я получила все знания за короткий промежуток времени, которые были. Я получила наиценнейшее посвящение в очень влиятельный духовный орден, где находятся саньяси, где находятся гималайские монахи, отшельники, ситхи, который уже был частью моего развития, моей эволюции до этого. Меня узнавали монахи, как их учителя в ашраме, причём махамандалешвары, которые уже, как бы, это высокий сан в любом ордене. И поэтому мне нужно только вспомнить, что это такое. И там бесконечное блаженство, там х миллион от оргазмов, которые мы получаем в обычной жизни. Там совсем другие состояния и совсем другой вид проживания жизни. Проживание этой жизни — это то, что для меня важно, что я чувствую в каждый момент. Если вы являетесь каким-нибудь ассистентом чат-ботов, менеджером контентов в каких-нибудь чатиках, отвечаете на вопросы, ну вот я вот вчера с кем-то перетусила, а сегодня он не пишет, что мне теперь делать? Нумерологам, тарологам задают вопросы. Или вы задаёте вопрос мне, и я размышляю о том, а как сделать практики, например, духовные более эффективными и более быстрыми на сегодняшний день в новых энергиях, в новых реальностях, в новой вибрационной среде, которую мы получили, вот буквально, ну, кто-то до этого, но по сути планету накрыло на днях, буквально вот в эти дни. Как теперь наиболее быстрыми шагами идти? Как освободиться от информационного накопления в голове, что где-то что-то написано в шастрах, где-то ещё что-то написано, но только не во мне? То есть искать-то нужно во мне. Мне нужно понимать, что происходит со мной в каждую секунду, потому что больше, кроме вот этой минуты, эта минута, она будет этой минутой, этой минутой, этой минутой, следующей минутой, следующей мыслью, следующей мыслью, следующей мыслью. Нету истории. История — это иллюзия. Будущее — это то, что вы создаёте как творец. Вы можете держать свои традиции, но после просветления к традициям возвращаются только потому, что нравится вкус вот этот, эта энергия и так далее. Но ведь можно её в себе создавать, можно создавать свои сообщества, можно создавать свои цели духовные, наставнические какие-то группы. можно всё это делать легко. Давайте этим займёмся, давайте говорить о высших измерениях, о высших планетах, о потоках, которые сейчас проходят, о том, каким образом мы дальше будем организовывать свою жизнь, своё общество, свои исследовательские маршруты по жизни. Как нам избежать влияния тех, влияния, кого мы не хотим иметь? Как использовать все самые современные технологии для того, чтобы продвигать наши темы, духовные темы, соединение духовного и материального, развитие вот в этой связи? Как это делать? Давайте это обсуждать. Хватит там это всё, проработки, длинные пути, какие-то невероятные медитации. Просто возьмите от меня сейчас чипом все знания, которые я имею, я готова вам передать телепатически. Субтитры сделал DimaTorzok Сонастройтесь со мной внутри себя. Найдите свой внутренний покой, свой внутренний стержень, который никогда не меняется, который непоколебим. И вот в этой сонастроенности на духовной платформе вы получите все знания, которые именно вам в данный момент необходимы. А по сути вы уже имеете их все, больше вам не надо. Всё, что вам нужно, вы имеете прямо сейчас. Всё, что вам нужно. Если что-то вас не устраивает, задумайтесь о том, где вы находитесь и почему вы находитесь в этой точке. И что нужно сделать, чтобы прямо сейчас эта реальность привела вас в то место, где вы будете развиваться в соответствии с вашими самыми лучшими побуждениями и целями, в соответствии с вашим предназначением. Пришлите мне ваши данные, дату рождения, город рождения, время рождения, фамилию, имя, для того, чтобы я просмотрела ваше предназначение. Я посмотрю по всем системам, какие только есть, и выдам вам совершенно однозначно приемлемую опцию для того, чтобы вы проходили в материальном, в материальной связи, чтобы вы проходили в материальном мире так же легко, как вы проходите в духовном. А также вы можете получить от меня рекомендации по тому, как вам легко получать деньги, через что. Через что к вам легко приходят деньги. буквально будет один, два, три пункта, которые нужно обязательно соблюсти. И еще один пункт, который многих интересует, через что им приходит удовлетворенность в жизни. То есть она, удовлетворенность приходит через разные аспекты у разных типов существ. Я вам тоже это передам. Пусть это все поможет вам в вашем пути. пишите мне. Я вам оставлю координаты под этим видео. Пишите, задавайте вопросы. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки. Я буду с удовольствием общаться с вами здесь. И планирую открывать телеграм-канал. Если я буду открывать, то тоже вам дам знать. вас обнимаю, целую. И, пожалуйста, приезжайте в гости, зовите нас. Будем рады вас видеть, слышать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok